Минировать, разминировать, с парашютом прыгать, но готовить спецназовца это уже другое. Для этого нам нужны долгие-долгие-долгие коки. Алюминия потеряла очень много, огромное количество спецназовцев. В прошлом моем видео я об этом рассказывал, потом сейчас останавливаться на этом не путаю. Алюминиче спецназовца можно готовить. Вот как все вот эти потери, они не будут. Плюс у армянского народа из песен слов не бьешь. Что, что если обязательно говорить? Моральный дух сломан, хребет фактически армянского народа. Словно сейчас, это факт. После такого поражения, сами знаете, после такой капитуляции. До войны была опасность эмиграции. Граждане Армении массово покидали армию. То это было до войны, потом на катастрофических уровнях, на уровне национальной опасности для Армении. Вот на таком уровне была эмиграция. Армении эмигрировали из Армении. А после войны, я не знаю, в моем окружении, ну, я сейчас хочу вспомнить. Из молодых точно никто не хочет оставаться. Я, наверное, в моем окружении, наверное, людей не знаю, которые сейчас не планировали бы, не хотели бы уехать из Армении. То есть, вторая самая, то есть, новая волна эмиграции для Армении, это тоже катастрофическое. Будет, допустим, новый призыв. В Армении до войны были проблемы с охраной границ. То есть, был недобор. 18-летних пацанов, парней в Армении не хватало. Был недобор. 18-летних парней в Армении был недобор. В Армении начали ужесточить кое-какие законы. Например, раньше, если воинские войны на службу инурезников, не знаю, что-то такое не было. Если раньше инурезников не брали, то после вот этих, до войны, это даже было за несколько лет до войны. До войны в Армении уже встречали кое-какие законы. Это было за несколько лет, кстати, до войны. Из-за вот этого недобора, недобор, это когда тебе нужно, допустим, 50 тысяч военнослужащих, допустим, чтобы организовать охрану украинцев, и ты набираешь, если ты там, 45 тысяч. 5 тысяч недобор. Хотя в Армении, наверное, гораздо больше. Я приблизительно цифры говорю сейчас. Это недобор. Из-за недобора Армения не может эффективно организовать, значит, боевое дежурство на всей линии соприкосновения с Азербайджанской республикой. Потому что там, так как Азербайджанская республика, республика Армения находится в состоянии конфликта, Ковстарственные пограничные войска, пограничные войска СМС, служба национальной безопасности республики Армения. Здесь там по его дежурству не носут, а там должны быть дезинфицированы вооруженные силы, подразделения вооруженных сил. Недобор, а значит, что у тебя недостаточно военнослужащих, чтобы организовать эффективное боевое дежурство, допустим. Ну, точную цифру я не назову, не имею права. Ну, предположим, расстояние между каждым военнослужащим там 50 метров. Вот такую плотность, чтобы организовать, ну, Армения не могла уже. Я приблизительно цифру говорю, я не имею права говорить, какая там разница. Расстояние между каждым военнослужащим, военнослужащими Армении, которыми суты по его дежурству накладится. Но смысл в том, что там недобор. Это было до войны. Они уже встречали законы, и если раньше были легкие медицинские проблемы здоровья, легкие проблемы здоровья, люди с легкими проблемами здоровья, да, допустим, ну, резники, предположим, или, допустим, плоскостопие столько против, если раньше не брали на службу, сейчас закон поменяли, даже и этих до войны перенимали на службу, призывали, чтобы хоть как-то, значит, охранять границу, хоть как-то. Это было до войны. После войны миграция Армении еще больше растет, еще больше недобор будет. Это факт. Как вот, имея вот такие опаснейшие проблемы, Республика Армения пойдет на реваж, неясно. То есть это нереально. Я единственный человек, который Армении сказал следующее. Это был до войны. Год был 2019-й. Из Нахчанской автономной республики, вооруженной связи с Азербайджанской республикой, имя такие дальнобольные ракетные войска, дальнобольные средства поражения, ракетно-разделийские войска, они берут под прицел всю Армению. Самое главное – это Ереван. Ереван, ну, ясно, что в любом государстве, в столице, сосредоточена необходимая государственная инфраструктура. Силовые структуры, знания силовых структур, все, все вот это, все вот это сосредоточено в столице. И столица управляет. Столица – это сердце государства. Оттуда управляет всем государством. В столице находится, допустим, СМБ, служба национальной безопасности. В Ереване находится здание генштаба Министерства обороны. В Ереване находится центральный банк. В Ереване находится здание правительства. В Ереване находится парламент. Все вот это находится в Ереване. Расстояние между Нахичеванской автономной республикой и Ереваном – это по прямой линии 42 километра. По прямой линии. В Моржоносе Азербайджанские республики. Там много альнобойных ракет. Там даже есть ЛОРА. Аперативно-тактический ракетный комплекс ЛОРА. Long Range Artillery, Long Range Artillery Missile, Long Range Attack, Long Range Artillery. Long Range Artillery ЛОРА. А оперативно-тактический ракетный комплекс спускает 300 километров. Хотя в реальность 400 километров. Ну, только из 300, то есть, скажем, 300 километров. Плюс там еще активная система заполнения ЛИНКС, которые имеют оперативно-тактические и баллистические ракеты Predator Hawk с дальностью выпуска 300 километров. КВЛ-круговое вероятное отклонение от цели у ЛОРА и у Predator Hawk – 10 метров. КВЛ-круговое вероятное отклонение от цели на данность 300 километров – 10 метров. Это при наличии любых пиле-дымовых помехах днем и ночью. Это супер результат. Рактивистема заполнения ЛИНКС еще несет ракеты Extra – Extended Range Artillery, Тактический рейндж-артиллерий, Миссел или Extended Range Artillery. Калибр – 306 миллиметров, дальность 150 километров. КВЛ-круговое вероятное отклонение от цели днем и ночью. При наличии любых пиле-дымовых помех на 150 километров – это 10 метров. Это ТОП. ТАИ-300 КАСЕРГА, Реактивные снаряды МТР-300Е, ТАИ-150 километров. ТАИ-300 КАПЛАН, ЦАИ-120 километров. КВЛ-круговое вероятное отклонение от цели – 50 метров на 120 километров. 120 километров – это тактическая глубина. Все вот это мощнейшее ракетное вооружение. Реактивные снаряды МТР-200 БАЛНЕС с китайскими фурулемыми ракетами А-200, с отделяющейся осколочкой угасной головной частью. ТАИ-200 километров. КВЛ-круговое вероятное отклонение от цели – 35-50 метров. Калибр – 301 миллиметр. Все вот это мощнейшее ракетное вооружение, дисфорцировано в том числе и на Хеджеванской автономной республике. Оттуда по прямой линии по Еревану – 42 километра. Это означает, что все важнейшие здания Армении находятся под прицелом. Эти здания, здания Министерства обороны, здания Генштаба, здания СМП-службы национальной безопасности Армении, Центральный банк, здания парламента, здания правительства – все вот это – это как у стола, есть ноги, на которые стол опирается. Все вот эти структуры – это те ноги, на которые опирается государство. По ним удары государства перестанут существовать. Я еще не говорю про гидроэлектростанции Армении, на которых принадлежно нанести удар по плотинам, чтобы ты об этом не говорил. Все вот эти опасности – они есть. Поэтому я предоставил вам сухие факты и цифры. Теперь сами, судя все вот это, сами послушайте, есть ли у Армении возможности ваши или нет. Я лишь констатировал сухие цифры. Ну, и будьте здоровы! Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на наш канал, и поставить лайк этому видео.